Глава вторая. Разрушенная семья. После окончания школы Алексей поступил в институт физкультуры, благодаря своим спортивным достижениям, а из семьи ушел отец. Это было как гром среди ясного неба. Мать, положившая всю себя на алтарь заботой о муже, сама провалила собственную теорию. Мужчина ушел к женщине, которая оказалась совершенной противоположностью первой жены. Хотя и не особо моложе. Саша смотрела на убитую горем мать и вспоминала слова, сказанные бабушке тогда в больнице. Она ведь действительно верила, что окружив мужа заботой, можно удержать его около себя. Брат еще на первом курсе института начал постоянно пропадать на сборах или на соревнованиях. Мать совсем поникла, так как по жизни ничем не занималась, кроме как служения своим мужчинам. Зато Саша воспряла и стала еще лучше учиться. Она чаще оставалась у бабушки, которая всегда была рада своей любимой внучке. Зинаида будто и не замечала дочь, ей теперь сделалось все равно. Только когда сын возвращался домой, женщина оживала и начинала с удвоенной силой окружать того уютом и заботой. В эти дни она требовала, чтобы дочь непременно была дома, так как брату полагалась особая обслуга. — Ого, сестренка, а ты в красотку превращаешься! — заметил сестру в один из дней Алексей. — Я и не заметил, как ты выросла. Надо будет тебя замуж выгодно отдать. Мать тебя правильно воспитала. Думаю, богатеи такую с руками-ногами оторвут. Ты смотри, честь свою девичью береги, а то никому не нужна будешь. Саша слушала брата и хмурилась. От этих слов ей почему-то стало гадко и противно, будто она в грязи вывалилась. Позже, уже у бабушки дома, она пересказала слова Алексея своей любимой бабе Ире. — Ты знаешь, что я сделаю? — задумчиво спросила бабуля. — Что? — насторожилась девочка. — Я перепишу на тебя мою квартиру. У тебя всегда будет шанс уйти ко мне, и ты будешь знать, что у тебя есть свой угол. — Нечего на мужиков равняться. Они последнее время на мусор становятся похожими. Ты себя ищи, свое предназначение. Будь собой. — Бабуль, а я могу к тебе жить, переехать? — Сашины глаза загорелись радостью. — Ну, пока ты еще школу не закончила, и тебе нет восемнадцати, за тебя все-таки родители отвечают. Если только тебя мать отпустит. Только не знаю, согласится ли она. Пожилая женщина ласково смотрела на внучку, прикидывая в голове, как подступиться к Зинаиде. Она очень сомневалась, что бывшая невестка захочет отдать дочь. Отец после ухода из семьи даже про детей забыл, как казалось Саше. И хотя он всегда был строгим и суровым, она немного скучала. Мать запретила детям даже имя его называть. Леша, если и вспоминал в редкие минуты своего присутствия дома, иначе чем предатель не именовал родного отца. Олимпиада по химии, проходившая в соседней школе, завела Сашу в местный торговый центр, где она неожиданно столкнулась со своим родителем. Да не одним, а в придачу со своей новой женой. Саша, растерянно произнес отец. Он заметно изменился. При этом Александра не могла определить, как именно. Вроде бы перед ней стоял ее папа, такой же, как всегда, но какой-то совсем другой. Папа? В тон ему также растерянно ответила девочка. Это твоя дочь? Радостно спросила женщина, стоящая рядом с отцом. Тебя Александра зовут? Эта женщина обратилась уже к девочке и, получив утвердительный кивок, потащила всех в ближайшее кафе. Саша согласилась на угощение, во все глаза продолжая вмолчаливо пялиться на папу и его жену, которая, надо заметить, очень дружелюбно отнеслась к девочке. «Сашенька, приходи к нам в гости!» Вроде бы искренне приглашала девочку к себе женщина. А Саша сидела и не знала, как себя чувствовать. Вроде бы она должна считать отца предателем, но, глядя на папу, у которого глаз горел счастьем, когда он смотрел на свою жену, она не могла его обвинить. Она не знала, почему родители разошлись на самом деле. Мама сказала, что папа просто их предал, и дети должны были довольствоваться данным ответом. А теперь, встретившись с отцом лицом к лицу, девочка не знала, как ей быть. «Приходи к нам в гости!» — повторила приглашение папина жена. «Моя дочка всего на год младше. Я думаю, вы найдете общий язык». И Саша неожиданно для самой себя предложение приняла. Долго думала, прежде чем пойти в гости, и не нашла ничего лучшего, чем рассказать бабушке о встрече с отцом и приглашении. «Так иди!» — обрадованно ответила Ирина Викторовна. «Отец, конечно, поступил нехорошо, бросив твою мать. Но тут он сам себе хозяин. От вас он не отказывался. Это ваша мама не позволяет ему появляться рядом с вами и общаться». «Ты думаешь, я могу в гости к нему сходить?» — Саша воодушевилась. Маме она ничего не рассказывала, так как понимала, что она не разрешит. «Саша!» — бабушка улыбнулась. «Все-таки твой отец мой сын. Я, конечно, на его стороне, хотя и не одобряю его поведение». Александра стояла около двери и мялась. Она позвонила отцу полчаса назад и сказала, что скоро будет. Домофон в подъезде не работал, и она беспрепятственно попала внутрь, поднялась на третий этаж и остановилась в задумчивости, не решаясь нажать на кнопку звонка. Дверь распахнулась, и в проеме показался отец с мусорным ведром в руках. «Доченька!» — ласково произнес он, чем совершенно ошарашил Сашу. Он никогда не говорил с ней ласково, и тем более не называл ее доченька. «Ты проходи, я сейчас, быстро!» Это был вечер неимоверных откровений. Отец шустрил на кухне, не пуская туда своих девочек. Саша недоумевала, а жена отца улыбалась. «Марин, пригласи Сашу к себе в комнату!» — заглянула она в комнату дочери. «Мама!» — хмуро глянув на гостью, сообщила девочка в очках. «Я там с биологией пытаюсь разобраться!» «Могу помочь?» — с улыбкой сообщила Саша. Химия и биология были ее любимыми предметами. Саша стала частой гостьей в доме отца, и ей тут было хорошо. С дочерью папиной жены они быстро нашли общий язык. Марина училась в математической школе и очень хорошо разбиралась в точных науках, а вот биология и химия ей давались с трудом. И от помощи Александры она не отказалась. Понимая, что мама не одобрит ее общение с отцом, девочка рассказывала обо всем только бабушке. Скрывать было легко, так как мать все еще пребывала в подавленном состоянии и на дочь обращала внимание только когда нужна была помощь. Десятый класс подходил к своему логическому завершению. Саша шла домой после очередного посещения отца. Ничто не предвещало беды. Стоя около двери, она доставала ключи от квартиры, когда неожиданно дверь распахнулась, и перед девочкой появилась разъяренная мать. Глаза женщины горели каким-то сумасшедшим огнем. По спине Саши пробежали мурашки. — Вот ты, значит, куда шляешься, предательница! — заорала мама. И в этот момент из дверей в девочку полетели тряпки, в которых Александра разглядела собственную одежду. — К папеньке повадилась ходить, неблагодарная дочь! — женщина орала и выкидывала из дома вещи дочери. Саша ошарашенно смотрела на происходящее и не знала, что ей делать. Вот уже в ее сторону полетела обувь, а потом и учебники с тетрадями. Женщина совершенно не смотрела, куда и что она кидает, в принципе, и не метила попасть прямо в дочь. Она просто выкидывала из дома все, что являлось вещами девочки. Она явно приготовилась, так как это все находилось под рукой. — Больше у меня нет дочери! — сказав это, мама Саши захлопнула дверь. Александра огляделась на гору вещей, и по щекам потекли слезы. Тут по лестнице послышались шаги, и вскоре в пролете показался ее брат. — Ну что, предательница, получила? Алексей сейчас походил на мать, тот же горящий ненавистью взгляд. — Топай теперь к своему папочке, посмотрим, насколько ты ему нужна. Саша растерянно посмотрела, как дверь сначала открылась и, впустив брата, захлопнулась обратно. Тут неожиданно открылась дверь напротив. Выглянула соседка. — Сашенька! — позвала она девочку. — Что случилось? Девочка грустно посмотрела на соседку и ответила. — Меня мама из дома выгнала. — О, божечки! Что же творится? Своих детей из дома выгоняют! — пока соседка причитала, Саша взяла себя в руки, вздохнула и растерянно оглядела всю эту гору одежды. — Тебе есть куда идти? — вывела из задумчивости девочку-женщина. Саша кивнула, а потом спросила. — Тетя Лида, а у вас пакеты есть? Мне вещи собрать. — И все, я, наверное, не унесу. Можно я у вас оставлю, что не поместится? Пакеты теперь имелись в любой семье, в большом количестве. Поэтому Александра получила их целую охапку. Первым делом она уложила все тетради и учебники. Потом собрала вещи, которые могли пригодиться в первое время, а остальное распихала по пакетам и оставила у соседки. А потом она позвонила. — Бабушка, привет! Меня мама выгнала из дома. — Заходи! — бабушка впустила внучку в квартиру и улыбнулась. — Расстроилась? — Ты знаешь, я пока ехала, совсем успокоилась. Я же хотела жить с тобой, только так и не решилась с мамой поговорить. А теперь вот она меня выгнала. Я не знаю, откуда она узнала, что я бываю у отца, но, может, это и к лучшему, — поделилась своими мыслями Саша с бабушкой. — Пойдем, я тебе кое-что покажу, — поманила бабуля за собой внучку после того, как девочка разулась. Квартира бабушки была двухкомнатная и старая, с высокими потолками и огромной кухней. И одна комната всегда была заперта. Еще когда Леша и Саша были маленькими, для них эта комната всегда была закрыта. Бабушка говорила, что там склад. Теперь она подвела внучку к двери в эту комнату и открыла ее. Вдоль стены стоял книжный стеллаж, полностью уставленный книгами. Около окна стоял большой письменный стол, совершенно несовременный. Противоположную от книжного стеллажа стену занимали шкаф и кровать. Это была когда-то комната моего мужа, его кабинет. Стол и шкаф очень старые, но добротные, крепче всего, что сейчас делают. Кровать тут появилась, когда подрос твой отец, а мой муж пропал без вести. До самой женитьбы он тут жил. Если захочешь тут что-то поменять, поменяем. Теперь это твоя комната. Саша огляделась, а потом подошла к бабушке и, обняв ее, сказала. Спасибо. Бабушка сама позвонила своему сыну и сообщила о происшествии. Он приехал вместе с женой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Сашенька, жена отца сразу обратилась к девочке. Как ты? Я хорошо. Александра даже улыбнулась в ответ. Обидно, конечно, но я, наверное, переживу. На предложение переехать к отцу девочка отказалась. Все-таки тут у нее была целая своя комната, а там пришлось бы жить в одной комнате с Мариной или в проходной гостиной. Мам, ты как? Поинтересовался сыну матери и, получив заверение, что она только рада внучке, все успокоились. Саша попросила только отца съездить с ней за вещами, которые хранились у соседки. Идти одной ей туда совсем не хотелось. Десятый класс закончился благополучно. Единственное, о чем никому не говорила Александра, это о том, что ночами набегала такая обида за свое детство, что слезы непроизвольно сами катились из глаз. Алка, знавшая всю семейную ситуацию подруги, старалась ее поддержать и утешить. Сань, так ведь даже лучше, говорила она Александре. Теперь ты спокойно закончишь одиннадцатый класс и поступишь в свой желанный медицинский, и учиться будешь дальше спокойно, без выноса мозга. Подруга была права, да только одним этим права собственное чувство не заткнешь. Как-то просто забыть не получалось. Но рано или поздно жизнь стирает все обиды, так и у Сашеньки. Обида на мать потихоньку притуплялась, освобождая место для продолжающейся жизни. На два летних месяца бабушка пристроила Александру поработать в медицинский центр, в регистратуру. Она, собственно, не гнала внучку работать, но та сама уже подыскала себе место в больнице с санитаркой. Очень уж хотелось девчонке к медицине поближе. Буквально за две недели до начала учебного года отец со своей новой семьей, прихватив с собой Александру, съездили на море. Это был настоящий отдых. Саша вспомнила, как они раньше ездили в отпуск и вздыхала. Мама всегда ее контролировала. Только Алексею можно было все, и на банане покататься, и на парашюте полетать. «Женщине не нужны все эти ребяческие развлечения», – вещала мама. И Саша вздыхала украдкой, но мечты от этого не улетучивались. В этом году она полетала с отцом на парашюте, покаталась на водном мотоцикле и даже получила несколько уроков по дайвингу. И как-то слова мамы ей показались не очень-то убедительными, ибо ей хотелось всех этих развлечений. Очень хотелось. А еще Саша заметила, что в новой семье отца не все так уж и гладко. Вернее, между папой и его новой женой все было просто замечательно, а вот дочерью своей Сашина мачеха была не всегда довольна. Марина постоянно таскала с собой какой-нибудь учебник и тетрадку и вечно что-то решала, высчитывала. Вот ей реально все эти развлечения были по боку, кроме дайвинга. Дайвинг она уважала, и, как оказалось, уже не первый год мечтала стать в этом деле мастером. Собственно, это с ее подачей и Сашу приобщили к делу. И если дайвинг ее мама одобряла, то нежелание девушки прихорашиваться, стараться становиться более женственной, очень напрягали родительницу, о чем она постоянно сообщала, подкалывая собственную дочь и зачастую очень больно. Саша наблюдала за подколками Виктории, так звали мачеху, и удивлялась. Вроде такая позитивная женщина, а вот эту сторону дочери принять никак не могла. Пару раз Маринка убегала вся в слезах. — Зачем вы так? — полюбопытствовала Саша, став свидетелем очередной перепалки между матерью и дочерью. — Да устала я с ней бороться. Одеваться, как девушка, она не хочет. Только и видит, что свои таблицы и цифры. Сама скоро в цифру превратится. — А разве это главное? — спросила Александра. Виктория нахмурилась. — Что главное? — Быть такой, как вам хочется. Ведь главное, чтобы она свой путь нашла. Моя мама тоже хотела, чтобы я была такая, как она себе представила. Но в этом моменте как-то совсем не было места тому, чего же хочу именно я. — как-то совершенно неожиданно ответила Саша. — А Маринка у вас талантливая. Виктория задумалась, и весь вечер была молчалива, как никогда. А потом она перестала подкалывать дочь, с задумчивостью поглядывала на падчерицу и чему-то улыбалась. 11 класс начался объявлением предстоящих ЕГЭ. Саша пообещала себе, что перестанет думать о посторонних вещах, полностью сконцентрировавшись на учебе. А в середине сентября ей позвонила мама и каким-то осипшим голосом сказала. — Ну что, нагулялась? Давай уже не дури, домой возвращайся. — Ты же меня сама выгнала, — удивилась Саша. — Ну, мало ли чего я сделала. А ты и рада. Ушла и носа не кажешь. Может, я уже умерла, а ты даже и не узнаешь. Саша удивленно приподняла бровь. На ее мать подобные разговоры были не похожи. — Мама, я приду вечером, — сообщила девушка и, получив словесное согласие, нажала отбой. Вечером Саша, как и обещала, пришла по адресу своей прописки. Некоторое время мялась около двери, не зная, позвонить или открыть своим ключом. После раздумий надавила на кнопку звонка. Женщина, открывшая дверь, мало походила на ее мать. Грязные волосы, сосульками свисающие до плеч, размазанная косметика и перекошенный от алкоголя взгляд. Она пошатывалась, пытаясь понять, кто перед ней стоит. — Мама? — Саша не верила своим глазам. — Как эта ухоженная эпидантичная женщина смогла в такой короткий срок так опуститься? — А-а-а, предательница пожаловала, — протяжно произнесла Зинаида. — Ну, проходи, раз пришла. Александра шагнула в коридор и поморщилась. Ароматы тут стояли просто с ног сшибательные. — Что кривишься? — мать, пошатываясь, смотрела на дочь и ухмылялась. — Мама, что происходит? — Саша прошла на кухню и, ужаснулась. В раковине высилась гора посуды, покрывшаяся плесенью. В посудомойке было не лучше. Девушке показалось, что мать достала всю посуду, имеющуюся в доме, даже сервизы для гостей. Притрагиваться было неприятно, но Саша пересилила брезгливость и, закатав рукава, принялась наводить порядок. — Ой, ты посмотри, порядочная какая! Уборкой занялась! — мать ходила вокруг дочери, злобно посмеиваясь. — Мама, я думаю, тебе лучше лечь поспать! — строгим голосом сообщила Александра. — А ты мне не указывай! Сейчас Гришка вернется, и мы продолжим банкет! — надменным голосом сообщила мать. — Какой еще Гришка? — Саша нахмурилась, включая посудомоечную машину. — А что, думали, если бросили, я одна останусь? А вот вам! — женщина скрутила фигу и ткнула ее дочери под нос. — Гришенька меня любит, не то что вы, предатели! — сказав это, Зинаида неожиданно стала оседать на пол и потеряла сознание. Саша, недолго думая, вызвала скорую. Перед медиками было ужасно стыдно, она не знала, с какого времени мать начала пить и сколько выпила, она тоже не знала. И что она пила, можно было только гадать, так как бутылок на полу было большое количество, и какая была последней, догадаться не удалось никому. — Мы ее заберем! — сообщила врач скорой помощи. — Прокапаем, а потом за ней надо присматривать. Вы работаете? — Нет, я еще в школе учусь! — растерянно ответила Саша. Она совершенно не представляла, что делать. — Несовершеннолетняя? Мне семнадцать через месяц исполнится. — А отец где? — Они развелись, у папы другая семья. Саша отвечала на вопросы врача, а у самой волосы шевелились на голове. — Это она после развода? — После развода держалась, а потом узнала, что я общаюсь с отцом, и весной выгнала меня, видимо, после этого и начала пить. — Жить вы с ней не будете, я правильно понимаю? — А у меня есть выбор. — Саша грустно посмотрела на доктора и присела на грязную табуретку. — Я вам порекомендую одного хорошего нарколога. Сходите к нему. Учитывая, что с алкоголем ваша мать связалась недавно, вероятно, ей можно помочь. После отъезда скорой Саша села на табуретку, отстраненным взглядом осмотрела руины некогда уютной кухни и вздохнула. К кому обращаться, она не знала. Поэтому позвонила самому близкому человеку, бабушке. — Ба, мама в больнице, а дома полный развал. Она пьет, и, видимо, уже давно. Через полчаса на Сашин зов примчалась бабушка, прихватив с собой сына. Когда они вошли в квартиру, где Саша уже приготовил из десяток пакетов только с бутылками, ахнули оба. — Ну вот, а ты сопротивлялся, — бабушка с укоризной глянула на сына. — Помогать-то все равно надо. Или ты считаешь, что пьющая мать крест твоей дочери? — Нет, конечно, — сердито буркнул отец Александры и принялся выносить мусор. — Звони Алексею, — командным тоном заявила бабушка, строго глянув на внучку. — Может, не надо? — неуверенно спросила Саша. — Надо, внучка, надо. Саша нашла в мобильном телефоне номер брата и нажала на вызов. — Что, папенька выгнал? — без традиционного приветствия послышался нахальный голос Алексея. — Мама в больнице, решив, что раз она недостойна приветствия, то и брату не надо подобное. — Ты давно у нее был? — А чем мне к ней ходить-то? Она бухать начала. В доме срач. Ты сбежала. И чего мне там делать? Тем более у меня девушка с квартирой. Я у нее живу, когда в город приезжаю. Саша растерянно посмотрела на бабушку, а та забрала из рук внучки мобильник и сказала. — Знаешь что, внучок, я очень надеюсь, что ты явишься сюда помогать. Она и твоя мать тоже. Твоя сестра, если ты не в курсе, еще школу не закончила. — Опаньки, бабуля нарисовалась! — хохотнул в трубку Алексей. — Сами разбирайтесь с мамкой, мне некогда. Я завтра на сборы улетаю, потом соревнования в Европе, вернусь через месяц. Мне некогда с ней возиться. А Сашка сама виновата, нефиг было мать бросать. Она после ее ухода бухать начала. Так что пусть бросает школу и тряпочкой по подъездам махать, и за мамкой приглядывать. После этих слов он просто нажал отбой, не дожидаясь ответа оппонента. — Что и следовало ожидать, — сообщила бабушка внучке. Тут пришел отец и неуверенно остановился в коридоре, так как обе его родные женщины как-то немного настороженно смотрели на него. — Ну что, сын, поздравляю, твой сын дерьмо полное вашими молитвами, — сообщила мужчине мать. — А я-то чего? — виноватым голосом спросил отец. — Да, а не ты его воспитывал. Не надо скидывать со счетов свое участие в этом фарсе под названием «воспитание сына». Ты так радовался, что Зинка на тебя корону надела и свою ответственность за семью на нее благополучно переложил. Удобно же, дочь в прислугах. Жена только вот ноги не моет и сапоги не снимает. — Пробовала снять, — буркнул мужчина. Я не дал. — Велика заслуга. Отчего сбежал-то? Корона на нос свалилась или мала стала? Бабушка безжалостно чехвостила своего сына. — Только вот эта разруха в доме — прямое следствие твоего ухода. И не дай бог ты все на Сашку свалишь. Я лично тебя придушу. — Мам, ну ты чего? В этот момент отец был похож на нашкодившего ребенка, которого почти незаслуженно ругают. — А ты не мамкой. Вон, выноси пока мусор, а мы тебе еще нагребем. Думаю, тут не только бутылки выкидывать надо. После наведения порядка в квартире Саша с бабушкой и отцом поехали по домам. Девушка ловила себя на мысли, что домом она все-таки считает тот, где жила последнее время. — Внучка, мне надо с тобой поговорить серьезно, — обратилась к Саше бабушка Ира на следующий день, когда девушка вернулась из школы. Александра присела напротив своей родственницы за кухонный стол, готовая слушать. — У нас наступают трудные времена, — как будто с трудом подбирая слова, начала Ирина Викторовна. — Я не могу сказать тебе бросить маму, так как ты все равно этого не сделаешь. Но мне очень хочется, чтобы ты меня услышала. Твоей вины в том, что случилось, нет. У твоих родителей есть вина перед тобой, но никак не наоборот. Твоя мать, выйдя из больницы, будет пытаться тобой сейчас манипулировать, давить на твое чувство вины, так как ты ее бросила. Мышление такого рода людей — это способность очень быстро забывать свои поступки. Но зато обвинять других они гораздо. Твоя мама уже не связывает твой уход с тем, что ты была ею выгнана на улицу. Ее логическая цепочка укоротилась. Есть то, что ты общалась с отцом, и то, что ты сейчас живешь со мной, то есть с матерью отца, который ее предал. Все, все промежуточные свои действия она просто запихнула в дальние уголки своей памяти и навряд ли вспомнит. Есть только ее убежденность. — И что делать? — растерянно поинтересовалась Александра. — Отращивать стальные когти, — твердо ответила бабушка и поднялась со стула, чтобы налить чай. Саша нахмурилась и из-под лобья посмотрела на бабушку. — Это как? — А это учиться рассматривать ситуацию с точки зрения собственной выгоды и не идти на поводу у матери. Именно тебе придется трудно, с твоим характером. Ты очень спокойная и неконфликтная. Тебе легче сделать, чем отказываться и объяснять, почему ты сейчас не можешь. Вообще, я бы подселила к твоей маме Алку, подружку твою. Вот уж кто не пропадет и себя в обиду не даст. Бабушка улыбнулась. Действительно, Алла была боевой и отпор давала любому, даже если превосходство было на стороне противника. Как она сама говорила, да, я буду трепыхаться до последнего вздоха и пусть только меня тронут. В классе с ней не связывались уже года три, удивляясь, как тихая Александра дружит с этой гром-бабой Аллой. — Да, Аллочка, тебе палец в рот не клади, по локоть откусишь, — как-то заметила классная руководительница, когда подруга Саши совершенно уверенно доказывала, почему она не может ходить и убирать класс после уроков. Она с седьмого класса занималась с репетиторами, так как учеба давалась ей нелегко, а она метила в хороший вуз. И оставаться после уроков ей было совершенно некогда. Тут был выбор — или вымытый класс, или сытый желудок. А против своего желудка Алка пойти не могла, она считала это нарушением ее права на жизнь. Сама такой термин и ввела в том самом седьмом классе. Саша смотрела на нее и всегда восхищалась. Она не умела спорить и давать отпор, в особенности, если просьбы и требования шли от взрослых людей. — Вообще, внученька, я бы даже попросила тебя договориться с подругой, если у нее будет возможность почаще присутствовать в квартире твоей матери вместе с тобой. — Бабуль, ты считаешь, что мама безнадежна? — поникшим голосом спросила Саша. — Ну, если честно, я никогда не считала твою мать очень умной. Она же не своим внутренним миром покорила моего сына, а заботой и едой. А мой остолоп, как бычок, пошел туда, где тепло и хорошо кормят, — откровенно проделилась бабушка. И до поры до времени чувствовал себя очень комфортно. Но тут незадача. На его пути встретилась целеустремленная и самодостаточная Вика, ради которой захотелось горы свернуть, да еще и собственноручно. А твоя мама отдавала всю себя семье, посвятив себя своим мужчинам, растворяясь в их интересах. У нее своей жизни не было. Она жила делами мужа и сына. А вот ты не в счет. Тебе это будет больно слышать. Но когда она узнала, что будет девочка, то очень обрадовалась и сказала, — Теперь мне будет полегче, будет помощница по дому. Она изначально рассматривала тебя как рабочую лошадку в ее служении мужчинам семьи. Саша зажала голову руками и обдумывала слова бабушки. Она понимала, что мать ее не любила и догадывалась, что нужна только как прислуга, но всегда надеялась, что это не так. — Она меня совсем не любит, — сделала вывод девушка. — Сашунь, — бабушка погладила внучку по руке и дождалась, пока та поднимет на нее взгляд. — Твоя мать не любит никого. Она из той категории женщин, для которых важно жить правильно. А правильно она придумала себе сама. Я не знаю ее семьи, так как мать умерла за полгода до ее двадцатилетия, а познакомились твои родители только через год. Отец там вроде бы ушел, но я про него ничего не знаю. Твоя мать просто вычеркнула его из жизни, так как он предал семью, но вынесла какие-то свои установки. Почему-то решила, что главное — удачно выйти замуж, родить двоих детей, желательно мальчика и девочку, воспитать их и встретить достойно старость. И самое главное — твоя мама просто панически боится, если о ней скажут что-то плохое. В этих установках у нее не было места даже для любви к себе, не говоря уж об остальных. — Ну, Лешку-то она баловала, — задала резонный вопрос Саша. — А ты думаешь, это от любви? Когда женщина своих детей любит, она растит самодостаточную и здоровую личность, готовя ребенка к полноценной взрослой жизни. А твоя мать растила трутня, показывая, что об женщину можно ноги вытирать. Твой брат уже лет в шесть отказывался ко мне в гости приходить, так как ему не нравилось, что я не снимаю с него ботиночки, заставляю что-то делать и не делю вас, выдавая все вам поровну. Саша с грустью посмотрела на бабушку, вспоминая свое детство. Именно у бабушки она любила бывать больше всего. Саша ворочалась в постели до полуночи, прокручивая в голове бабушкины слова. В ее голове не укладывалось все услышанное, но она не сомневалась в одном — ее бабуля врать не будет. На следующий день в школе она поделилась с Алкой просьбой бабушки, и неожиданно для себя подруга воспряла духом и заявила. — А я с удовольствием. Бабушка, у тебя молоток, я с ней согласна. — А как же репетиторы? — Ну, я вообще-то сейчас только к двум хожу, по подготовке к ЕГЭ, а остальные мне уже как-то особо и не нужны. Сама научилась учиться. Усидчивость надо вырабатывать, пригодится, — деловито заявила Алла. А Александра поймала себя на мысли, что она как-то отдалилась последнее время от подруги. Потом, пересказывая наставления бабушки, Саша еще раз услышала. — Ну, тебе бабуля, ну молоток же, таких адекватных старушенций днем с огнем не сыщешь. Мои две бабки любят всем мозг выносить, и каждый выносит его по-своему. Что надо делать у одной, категорически нельзя у другой. Саша вытаращила глаза. — Это как? — Ну, например, мамина мама терпеть не может, когда сморкаются в раковину или ванну. Платочки наши все, желательно тряпочные. Папина мама наоборот. Чего стирку разводить? С водой все утечет. Папина вечно говорит, что яблоко надо доедать до конца, в косточках витамины. А мамина вечно отбирает огрызок с возгласом «Ну, чего ты там еще выедаешь?» — Это так, навскидку и быстро. Хорошо, хоть обе сходятся во мнении, что есть надо ртом, а не попой. Саша расхохоталась, представив заявленную картину. — Зато родители у тебя классные, — заметила она, вздыхая. — Компенсация за бестолковых бабушек, — с ехидной улыбкой заметила Алка. К выписке матери из больницы Саша навела дома идеальный порядок. Две комнаты в квартире оказались нетронутыми. Видимо, в комнаты детей мать все-таки не пускала своих собутыльников. Про собутыльников Александра узнала от соседки, которая поведала девушке о том, что творилось в квартире последний месяц. Оказалось, что в подпитии Зинаиду начали примечать через месяц после инцидента с дочерью. Но вела она себя спокойно, и все просто списывали на стресс. Думали, пройдет, сама оправится. Неожиданно в середине лета мать связалась с местным алкашом Гришкой, и вот тут начались виражи. Дым коромыслом стоял от их гулянок. Мать веселилась так, будто жила последний день. Ей стало наплевать на всех и вся. Музыка до утра гремела по всему подъезду. Сначала терпели, потом начали полицию вызывать. Но Гришка же ушлый алкаш. С него, как с гуся вода. Зинаида-то сама к двери не подходила, всю компанию направляла. А тем законники незакон. В общем, буквально накануне вызова скорой к Зинаиде удалось Гришку в кутузку упечь. Уж что он там натворил, соседка не знала, но все выдохнули. Надеялись, что Зинаида одумается. Саша слушала об этом и чесала затылок. Уж не знаю, совладаешь ли ты с ней, сочувственно глядя на девушку, заметила соседка. Буду стараться, пообещала Саша.